Не забудь подписаться, поставить лайк и нажать колокольчик. Не пропускай выход любимого сериала. Если есть вопросы, задавайте. А вы не могли бы помедленнее? Я просто не всё понял. Марин, давайте смотреть реально. Двушка лучшая, что нам встретилась. Остальные либо хуже, либо дороже. А на трёхки мы просто не тянем. Да мы прекрасно поместимся. Вы с Семёным в большой комнате, я в маленькой. Почему ты в отдельной? Да вы уже год вместе живёте. Ну, привыкли друг к другу. Ничего, мы не привыкли. В отдельной должен жить я. Я старший, я в армии служил. Вот и отлично, значит, к казарме привык. Будешь Фильку воспитывать. Отдельно буду жить я. Мне это необходимо. Это почему? Потому что ко мне, в отличие от вас, иногда заходят дамы. Так понятно? Я говорил, что он эту тему затронет. Я так понял, аргументы не гонают? Нет. Это почему? Мы просто тупо тебя завидуем. О, бог любви и секса. Нет, в отдельной буду жить я, потому что вы вдвоём курите, это меня убивает. Слушай, вы вдвоём голые ходите, это меня ещё сильнее убивает. Сёма, мы договорились, это не вспоминали. Курить будем строго на кухне. И в туалете. Отлично. Не поесть нормально, не покакать. Отдельно буду жить я. Нет. Не я. Нет, ну ребят. Я. Алло, Люб. Слушай, а Быков пришёл уже? Злой? Блин. Слушай, а прикрой меня, пожалуйста, мы с Давидом опять проспали. Ну, придумай что-нибудь, я тебе потом всё расскажу. Давай, целуй, спасибо. Обязательно во всём надо Любе отчитываться. Давид, ну вообще-то она моя подруга. Подруга это всё, конечно, здорово. Мне бы не очень хотелось, чтобы ты меня с ней обсуждала. Давид, она тебе что, не нравится? Нормально всё. Проехали. Завтра будет. Что найдёшь, всё твоё. Я убежала. Ванюш, давно хотела у тебя спросить, как вообще дела твои? В смысле, в моём отделении? Да не в отделении, в твоей жизни. Что мы всё время о работе разговариваем? Мы с тобой не просто коллеги, мы же старые друзья. Когда вот в последний раз мы с тобой за жизнь разговаривали? Ну, вчера в лифте я сказал, что у тебя замечательные серёжки, что они тебе очень идут. Ты сказала, угу, и всё. Вот видишь, потому что совершенно нет времени. Может, сходим как-нибудь в кабачок, а? Посидим, поговорим по душе. Настя, с какой целью? Без цели, вообще без цели. Ну, мы с тобой два старых группы. Неужели мы не можем поговорить просто так по душе? Нет, конечно же, можем. И этот разговор лучше тому подтверждение. Так, и значит, договорились на этой недельке, идём? Поговорить не о чём. Да. Да. Ну, хорошо. А тогда я пойду, подготовлюсь к разговору. Давай. Понятно, что каждый хочет отдельно жить. Ну, давайте жребий кинем. Давайте. Орёл или Решка. Кто угадает, тот живёт отдельно. Кто первый? Я первый. Орёл. Решка. Давай, теперь я. Решку. Орёл. Лобаныч, ну это ж очень тупой способ-то. Если два раза Решка было, то понятно, что у Орла-то выше вероятность, правильно? Совершенно верно. Давайте тянуть спички, тогда будут шансы равные. No, you guys. Я выиграл. Всё. Это не ты выиграл. Это Лобаныч затупил. Давай, иди вон лучше. Зубочистки или спички принеси. Это что за посиделки пол-одинства? Это мой диван. Я на нём в это время сижу. Давайте. Кыш. По палатам бандерлогия. Оставь мне свой телефон. Мне на нём игрушка нравится. Андрей Геев, скажите, а вы нас одинаково не любите? Вы для меня три равновеликих кузьки мышиных какашек, не приспособленных к профессии врача. Но, в принципе, это вас и спасает. Потому что, если кто-нибудь стал бы выделяться, я бы его уволил. Может, Андрей Евгеньевич, ну, выберет одного из нас? Нет, по-моему, это справедливо. У вас была в глазах мысль. Вы умеете думать. Я никогда этого не видел. Мнение со стороны нужно. Поможете? Помогать Богем, это моя святая обязанность. О, явилась Гулёна. Иди, я тебе халат приготовила. А Быкову сказала, что ты в архиве. Спасибо, Люба. Спасибо, спасибо, в карман не положишь. Хорошо, гляжу, устроились. Они кататься любят, а дядя Люба за них саночки возит. Перед Быковым подставляется. Ты-то ладно, а Давид твой? Был бы мужиком, он бы первый, Быкову позвонил. Люба, почему ты на него постоянно наезжаешь? Я на него наезжаю? Ну да, ни одного случая не упускаешь. Боже мой, три красные розы. Какой он у тебя оригинал. Че это варит тебя? Вы хинои? Нет, это Давида одеколон. Мы обнимались только что. Сладкий очень. Вкус у твоего Давида, как у бабы. О, освободишься, позвони. Жмот. Мог бы сам позвонить. Да? Да, наезжаю. А что скажешь, не по делу что ли? Не знаю, может быть и по делу. Только Давид к тебе точно так же относится. Люба, у вас с ним что-то случилось, да? Да при чем здесь случилось, не случилось? Не нравится он мне. Значит точно какая-то история есть. Ладно, не хочешь не рассказывай, я самому не вас прошу. Ладно, стой, иди сюда. Значит так, было это три года назад. Работала у нас медсестричка одна, Светка. И запала она на твоего Давида. Ну и просит меня, мол, сведи нас, очень тебя прошу. А мне сложно что ли? Говорю Давиду, так, мол и так. Кое-кто к тебе неровно дышит. И пригласила его на нашу вечеринку. А на вечеринке Светка перенервничала и крепко нарезалась. Я говорю Давиду, мол, знакомство отменяется. Девушка не рассчитала и теперь в дрова. А он подлец говорит, да и ладно, так даже лучше, разговоров меньше. Взял, да и увёз её к себе. Воспользовался женской слабостью. А чем там дальше у них дело закончилось? Я не знаю, но через неделю Светка уволилась. И вот с тех пор я твоего Давида не уважаю. Неужели он мог так поступить? Все они козлы, кто-то в большей, а кто-то в меньшей степени. А твой? Я с самого начала говорила, бабник. Из трёх нулей мне нужно выбрать самый круглый. Ладно, в больницу поступило трое свежих больных. Тот, кто за час быстрее остальных диагностирует своего больного, тот и будет жить отдельно. Поняли, олухи? Историю любим. Окей. Андрей Евгеньевич, а при чём тут медицина? Они же и другие критерии. Какие же вы дураки? Меня, как руководителя вашей интернатуры, не интересуют другие критерии. Ни реакция, ни полистость вашего утреннего стула. Кстати, о реакции. Фил-то явно выигрывает. Он сейчас выбирает самого лёгкого больного. Пойди. Здравствуйте, Купитман Иван Натанович. В ассамбле. Очень рад. Ширман и Ефим Борисович. Вообще-то мои клиенты так широко не улыбаются. И имена свои называют неохотно. Вы хотите мне что-то продать? Я очень хотел бы кое-что купить, а именно вас. Я представитель нового коммерческого медицинского центра. И нам очень нужен умный, знающий, вот такой, как вы. Заведующий кожевенераловой гей. На очень выгодных условиях. Торговец белым золотом. С главврачом. Вы и беседовали? Конечно, сегодня утром. Я чту корпоративную этим. Вот Настя, вот Лиса. Подружка, значит. Ну, и что она вам сказала? Она мне сказала, что она не может запретить мне сделать предложение. Ну, раз она не может запретить, я тем более не стану отказываться. Давайте, убейте меня цифрой. Ранили. Мне нужно пройтись. Конечно. А вы здесь оставайтесь. Обижать. Настенька, я к тебе по дружбе. Ну, по поводу посидеть в ресторанчике. Понимаешь, я тут посчитал свои финансы и проследился. Ну, не могу я ходить по ресторанам с такой зарплатой. Тут либо в частную клинику уходи, либо экономь на посиделках с друзьями. Это очень хорошо, что ты мне об этом сказал. Мы с тобой друзья. Я могу поднять тебе зарплату. Ай, Настя, ну вот что ты можешь? Ну, разве есть у тебя средства? Разве может больница позволить себе поощрять лучших специалистов? Ну, вот как раз лучших-то специалистов больница может себе позволить поощрять. Вот что ты скажешь о прибавке к зарплате, например, десять процентов? Ну, есть ли смысл городить огород? Семьдесят. Двадцать. Шестьдесят. Тридцать. Сорок. Ну, чтобы никому не обидно было. И пусть это будет залогом нашей крепкой, нерушимой дружбы. Хорошо, Купитман. Вот давай только что о нашей крепкой, нерушимой дружбе никто не узнает. Иначе у меня тут очередь из друзей выстроиться. Валюшка, привет. Ну как, не наказал Выков? Чего молчишь? На дежурство оставил? Давай я с ним поговорю. Знаешь что, Давид? Мне Люба одну историю рассказала. Так. Интересно. И что это за история? Многое изменилось за три года. Я не понимаю, чего ты смеешься? Скажешь неправда? Ну, не то, чтоб совсем неправда. Только мне эта история по-другому запомнилась. Это действительно было три года назад. Подходит как-то Люба и говорит, я очень нравлюсь одной медсестре из их отделения. Ну, я говорю, бывает. А она, давай зазывать меня к ним на вечеринку. А на вечеринке, пользуясь физическим здоровьем, ну и превосходством в массе тела, Люба накачала всех в хлам. А когда в живых остались мы двое, она ко мне подкатывать начала очень недвусмысленно. Я понял, что дело пахнет керосином, схватил первую попавшуюся девчонку, ну, типа, до дома проводил. И свалили. Вот, собственно, с тех пор Люба меня и не взлюбила. Вы с Любой просто друг друга неправильно поняли. Потому что были пьяные. Надо было просто с утра поговорить, и все бы выяснилось. Думаешь? Я просто уверена. А давай я вас помирю? Может, не надо. Надо. Люба моя подруга, а ты мой молодой человек. Ефим Борисович, к сожалению, вынужден вам отказать. Как говорится, нас и здесь неплохо кормят. Понимаю, трудно оставить насиженное место. И тем не менее, позвольте отнять у вас немного вашего драгоценного времени и рассказать, от чего вы отказываетесь. Коротенький рассказ о новом медицинском центре. Эфим Борисович, а может, под коньячок? Наш центр в наибольшей степени ориентирован на состоятельных людей. Максимум платных услуг в два раза больше, чем в вашей клинике медперсонала, коек и четыре вип-палаты. Настенька, не хотелось ли тебе, чисто по дружбе, увеличить количество вип-палат в моем отделении? Значит, ну это получается уже не по дружбе, а по большой любви. Я дам тебе еще одну и будет у тебя две. Нет, две неудовлетворительно. Вот четыре хорошо. Кроме того, у нас вы получили бы исследовательскую лабораторию, которая в умных руках, как вы понимаете, могла бы принести огромные деньги. В общем, мне просто необходим электронный микроскоп и анализы ДНК. Ты хоть представляешь, сколько это стоит? Настя, ну в других же клиниках это есть? Хорошо, я поговорю в Минздраве. Я понимаю, что для настоящего ученого все это внешняя шелуха, но тем не менее у нас вы получили бы служебный автомобиль. С шофером. Конечно, с шофером. Чтобы после работы можно было спокойно выпить. Вань, ты что, пьяный что ли? Я абсолютно трезв. И не вижу ничего экстраординарного в моей просьбе. И считаю, что специалисту моего уровня просто необходим служебный автомобиль. У нас в клинике вы были бы директором по научно-клинической работе. А владычицей морской не хочешь стать? Если ты не можешь предоставить мне то, что мне нужно, так я найду это в другом месте. Ну и вали тогда в свое другое место. Будет он меня еще тогда шантажировать. Настя, ну если я тебе так нужен, ну тогда борись за меня. Ты, Купитман, перешел все границы. Ну если оно то пошло, то я с прискорбием вынужден сообщить, что нашей дружбе конец. Пошел вон, дружочек. Что могу сказать, Андрей Евгеньевич? Ну вот, Романенко и Фил. Слабенько, знаете ли, на троечку с татяшкой. Ну же, намочили и вытерли. Все. Зато Лобанов, ну это же просто выше всяких похвал. Никаких разводов не оставил, плентуса вытер, ну Люба, дорого. Сема, был бы ты санитаром, ну просто цены бы тебе не было. Ах, золотые слова, Любовь Михайловна. Это все армия, ребят, школа жизни все-таки. А я не согласен. Вот уборка это самая низшая квалификация. Давай скажи. Андрей Евгеньевич, вы лучше скажите, тур еще будет? Будет конкурс под названием Дары Донайцев. Что? Для дуракол. Дары это подарки, которые вы должны сделать мне до вечера. Кто лучше подарит, тот и выигрывает. Ничего не поделает, джентльмены, это Азия. Адьос, амиглс. Не, ну Рыжа совсем охренел. Да ребятушки, это ж только начало. Вы на каталке его покатаете по всему отделению, носик вытрите, колыбельную испоете. Люб, пойдем, поговорить надо. Зачем? Пойдем, она не отстанет. Люб, ну вот и получается, что вы три года зря друг на друга обижались. А теперь пожмите друг другу руки и поцелуйтесь. Ну ладно, ладно, можно не целоваться. А где чертаус? Какого хрена я целый день не наблюдаю этого глуповатого взгляда из-под лобья? Ну ладно, вы тут пока поговорите, а мне бежать надо. Чего? Твоя версия событий понравилась. Интересно, какая у меня могла быть версия, когда ты меня нагло отшил, потому что не такая молодая, видите ли, стройная, как некоторые докторицы. Козел. Ну и кстати, заметь, я тебя пожалел, а мог ведь и правду рассказать. Да ты не бойся, не смучайся. Ну ты же видишь, все уже спят. Да что же вы делаете? Держите себя в руках. Любовь Михайловна. Да при чем здесь Михайловна? При чем здесь какие-то отчества, Давид? Люба, просто Люба. А вот этого ничего не было. Понял? Я забыла, и ты забудь. У нас произошло маленькое недоразумение. Мы просто друг друга неправильно поняли. Руку давай. Ну вот, другое дело. А я, кстати, до конца месяца дежурю. Правильно Люба говорит. Гад он. Тупо из нас пользу извлекает. Вообще зря к нему обратились. Ну, теперь что будем делать? Все отменить? Не надо ничего отменять. Не будем ничего дарить. Пусть так выбирают. Это правильно. Вот так. Согласен. Я согласен на ваше предложение. Поверьте, вы не прогадали это шикарное место. И как я рад, что оно достанется именно вам. Давайте, давайте выпьем. Это наше взаимовыгодное сотрудничество. Да, я забыл вам сказать, что, значит, в Рязани вам будет предоставлена двухкомнатная квартира. Это даже не квартира. Это шикарный апартамент в центре города с видом на... Где? Ах, я не сказал вам. В Рязани. Наш центр находится в Рязани. Это семиэтажный огромный центр в Рязани. Да в Рязани, в Рязани. Двести километров от Москвы. Это на экспрессе два часа ехать. Да вы что, не слышали, что Собянин говорил про расширение территории Москвы? Да это фактически уже Москва. Туда метро скоро пустит. Да, в Рязани. А какая природа в Рязани? А какие люди жили в Рязани? А? Академик Павлов, Паустовский, Циолковский. Да и Есенин, наконец. Нет. Гой ты, Русь моя родная. Хаты в Ризах образа. Не видать конца и края. Только синь сосет глаза. Да в Рязани. Еще в Рязани есть грибы с глазами. Их едят, а не глядят. Ты не поверишь, Филька, аналитики рекомендуют срочно скупать акции Эйпл. У тебя есть акции Эйпл? Нет. Жалко. Я думал, что ты мне их подаришь. Знаете что, Андрей Евгеньевич? А мы решили ничего вам не дарить. Да, нам кажется, вы нас просто используете. Ну, наконец-то, догадались. Я уже надежду потерял. Вот твою бы прозорливость, да в медицинских целях. Андрей Евгеньевич, от всего сердца примите этот скромный подарок. Вот, Силен, мы же, ты говоришь... Омолчи, макака. Хорошо, французский коньяк, где взял? Ну, где взял, там уже нет. Не ври, начальство. Я знаю все коньячные склады у нас в больнице. Меня интересуют условия добычи. Украл или выпросил? Одолжил. Принимается. Ну, а ты, Романенко, что? Или у вас один подарок на двоих? Нет, у меня виртуальный подарок. Я на вашу телефонную игрушку закачал. Ну, та, которая вам нравится. А, злые птички! Здорово, у меня на телефоне. Все. Прощай, чтение в сортире. Ну, а ты, Фил, что мне, свою принципиальную позицию только подаришь? Нет. Почему? Нет, у меня тоже есть подарок для вас. Вот, сейчас. Вот это, Андрей Евгеньевич, серебряный квартер 32-го года. Вот я его нашел в фонтане у памятника Вашингтону. Вашингтоне, он счастливый. Ага. Четвертной. Ну что же, джентльмены, подобьем бухгалтерию. Злые птички против паленого бухла, против четвертного из фонтана с Вашингтоном, из Вашингтона. Однозначно побеждаю злые птички, Романенко! Ну и что теперь? Ну вот, по одной победе каждого. Согласен, ситуация сложная, требует осмысления. Джентльмены, присаживайтесь, сейчас все обдумаю. Ну вот, теперь стало очевидно, что отдельно должен жить Лобанов. А это почему? Это потому что, что с Глебом Викторовичем вы сели вместе, а Лобанов сел отдельно. Ну и что? Ну и то, что вы с Филом Ричардсом психологически совместимые, вам будет вместе комфортно жить. А я не согласен. А я согласен. Да это что за тупизм? Мы что, просто так тут целый день ушачили, подарочки вам на блюдце приносили, улыбались в весь рот, что потом тупо угадать, на какой диван сесть, так что ли? Ну да. Меня распирает негодование. Настенька, родная, мы тут погорячились, наговорили глупости друг другу. Ты что, обиделась? Не обижайся, чего не скажешь в дружеской беседине? Не нужен мне автомобиль. Давай откатимся на начальное. И так, мы так чудесно договорились про 40%, мне больше ничего и не нужно. Про Рязаню знал, да? Такие жезнь, катертью дорога. Оказывается, ты все знала, я преклоняюсь перед твоим коварством. Ну, куда я от вас уеду, Настенька, мы ж друзья. Ты знаешь, я тебя сегодня очень хорошо узнала, паршивый ты друг Купитман, как оказалось. Это, Настя, прости меня, бес попутал. Ну, прости дурака, ну, все для тебя сделаю. Ладно. Хотя нет, ты знаешь, я все-таки посоветую Сбыкову, как именно тебя наказать. Настя, Настя, только не Сбыковым. Давай сейчас все решим, Настя! Если что, я у себя в комнате. Ну, ты зачем ты ко мне сел, а? Не мог к Лобанову сесть? Лучше бы я вообще стоять остался, да? Семен, давай по справедливости, давай каждый месяц будем меняться, а? Меняться вы с Романенко будете. Ко мне без стука не входить. Субтитры делал DimaTorzok Извините. Просто мне сейчас очень тяжело. Я даже хрен знает, что в таких случаях говорить. Раньше я думал, если с ним что-нибудь случится, я буду только рад. Мы даже шутили на эту тему. А сейчас даже не знаю, надо ли это на камеру парить. Я даже не могла представить, что с Андреем Евгеньевичем могло такое произойти. Ну, с одной стороны, мы профессионалы. Работаем в больнице, видим это каждый день. А с другой... Ну, когда такое происходит с близким человеком, это... Не знаю я, кто виноват. Ясно одно, если бы не было этой грёбаной свадьбы, ничего бы не случилось. Терентьев, наш хирург, решил жениться. Ну, естественно, пригласил всех, и Андрея тоже. С этого всё и началось. Всё, всё, мужики. Теперь проферранс по пятнице будете дурить кого-нибудь другого. Женюсь! Да, кстати, 21-го ничего не планируете. Мы с Мариной вас ждём. Ну, поздравляю, решились наконец-то. Может, отметим? Да, по две рюмки беленькой не чокаясь. Валерий, в твоём возрасте это бессмысленно, бесполезно и беспокойно. Чё тут такого? Ничего тут такого, если тебе 20 лет, и ты деньги пропиваешь, которые тебе на свадьбе подарили. А если ты рюмку лишний раз не можешь поднять из-за панкреатита? Могу бы и порадоваться с людьми. Ну, или, по крайней мере, принять к сверению. Ну, может быть, и вам с Настей уже пора тоже жениться. Ну, ситуация-то аналогичная. Да чтоб тебя черти съели! Чё-то ты разговаривался! Крепись. Валера, включи логику. Ты уже наступал на эти грабли. И ты знаешь, что они бьют по наиболее незащищённым местам. Да нет, тут другое. Мы же друг друга... Мы живём давно друг с другом. Почему бы, так сказать, не узаконить отношения? Вот, в тебе уже, говорит, женщина, которую прёт от Мельденсона. Да ну тебя! Не можешь логику включить. Включи хотя бы инстинкты. Она самка, она не доиграла в брачный период. А ты вон язык выстанул и хвостом виляешь. Скажи конкретно, зачем тебе этот брак? Я уже всё решил. Это не ты решил, за тебя решили. А ты подписался. Брось, Быков. Это ты отговорил Валеру жениться? Привет, Маренька. Это правда? Да, ненадёжная у меня банда собралась, сдают на левое направо. Но, допустим, правда, и что? Скотина! Сигач, ты зачем на меня эту истеричку натравила? Я никого не натравливала. Я тоже просто высказала своё мнение. Ага, и что же это за мнение-то такое, из-за которого мне так по физиономии прокатились? Да что ты, Быков, патологический инфантил, который сам боится ответственности и других отговаривает. Ага! Ага! Я так сказала. Ну, я просто на эмоциях была. Да и вообще, это здесь ни при чём. Ну, свадьба-то в итоге всё равно была, и нас даже на неё пригласили. Ну, я имею в виду, Быкова пригласили. Зачем-то? Я приготовила все костюмы. Свой. Как только приедешь на работу, сразу повесишь. Сегодня все из больницы, сразу едут в ресторан. Ну, кроме тех, кто на выкуп поедет. Ну, а что, ещё и выкуп будет? Ну, конечно. Бумажные мешки там будут выдавать или с собой привозить, многих стошнит. Андрей, ну я тебя прошу, пожалуйста, пожалуйста, мы можем с тобой хоть раз в жизни сходить на простую человеческую свадьбу и при этом не опозориться? Мне кажется, можем. Так, вот твой костюм, держи, приедешь, сразу повесишь. Понял? Могу повеситься рядом с ним. Вообще, Андрей Евгеньевич человек такой, его невозможно заставить что-то делать. Он может заставить, а его никак. Очень упертый. Как баран. Нет, ну это грубо. Как пингвин. Я думал, что худшего наказания в моей жизни, чем вы, не будет. А нет. Меня сегодня принуждают идти на свадьбу. И вы должны мне помочь, как мои верноподданные. Чё делать-то, Андрей Евгеньевич? Следовать алгоритму действий. В 17.00 праздник начинается. В 17.15 вы звоните мне и начинаете верещать испуганно в трубку о том, что здесь ЧП, потому что вы идиоты, что всё пропало, и что я должен срочно к вам ехать. Под этим правдоподобным предлогом я оттуда слиняю. А вас вознагражу тем, что не оставлю на ночное дежурство. Ну, хорошо, шантажисты. Неделя без дежурства. Да план был так себе, если честно. Мама же не дура, чего она, Быкова не знает, что ли. Значит так, мои маленькие любители медицины. Чтобы сегодня вечером никто из вас даже не пытался звонить Быкову. Да понятно? Он же наверняка вас уже об этом попросил. Неужели угрожал? Скорее, мотивировал. Ясно, ясно. Но я на всякий случай вам напомню, что он хоть и заведующий вашим отделением, но главный врач в этой больнице всё равно я. И мне решать, кто будет здесь работать, а кто нет. В любом отделении. Доступно? С одной стороны, значит, Быков, другой кисигач. Ну, вляплюсь мы все, конечно. Только я ещё при этом хлебанул. Ну, что делать будем? Сём, ты же слышал. Ничего. А Быков? Я лично поддерживаю Анастасию Константиновну. Она женщина, и ей хочется, чтобы в такой праздник любимый мужчина был рядом. Ну, с тобой всё ясно. Папская солидарность. А ты сил. Семён, по субординации она всё-таки главнее. Мы должны в первую очередь выполнять её распоряжение, нет? Чё ты умничаешься? Засал так и скажи. Чё, Романович, походу мы вдвоём остались. Всё. Я думаю, не надо объяснять, кого я выберу между родной матерью и фашистом. Очканули все. Спрыгнули. Блин. Главное, грамотно ещё, как хрен чё скажешь. Я ведь даже платье себе к его костюмам подбирал. Я до конца верил, что мы нормально на эту свадьбу сходим. А ты почему ещё не переоделся-то? Где твой костюм? А, представляешь, я его на обход одел, хотел повыпендриваться, и пациенту рассказал про свадьбу, а его вырвало прямо на меня, так что костюм в химчистке. Ты что хочешь сказать, ты в таком виде на свадьбу поедешь? Ну, а что здесь такого? Ничем не хуже родственников из тетюшей из области. Свадьба всё-таки. Ну, Андрей, я тебя просила. Подожди, а почему у тебя шлем в руках? Ты же должен был вызвать такси. Настя, ну, во-первых, такси это дорого. А, во-вторых, по нынешним пробкам мы три часа добираться будем, а с мотоциклом, с ветерком. Ты что, сдурел, что ли? Ну, как я в платье-то поеду? А я тебя ленточками к рулю привяжу, как свадебную куклу, заодно и укладочку подправишь. Я на мотоцикле никуда не поеду. Ну, хорошо. Будем такси дожидаться. Может быть, к тому времени, как доберёмся, всё уже и закончится. Я как-то сволочь специально, что ли, по ужинке ехал. Как я теперь таком грязном платье буду? Как гости из будущего. Через два часа все такие здесь будут. Значит так, раз уж мы с тобой приехали сюда, я тебя очень прошу, можем мы, кстати, хоть раз в жизни с тобой вести себя на свадьбе, как обычные люди, хорошо? Обычные люди на свадьбе обычно напиваются, как свинья. Ты понял, Микрич? Да, понял. Всё, готовься. К чему? Сейчас молодожёны приедут, будут каравай кусать, посмотрим, у кого пасть шли. В тот вечер все забили на Быкова. Вот. А я так не могу. Нет, ну, могу, конечно. Ну, он, блин, по-человечески попросил. Лобанов звонит. Знает же, идиот, что я занят сейчас. Ага, так и я отвечу. Алло, Андрей Евгеньевич. Ну, чё, я, наверное, позвонил. А я и не сомневалась, Лобанов, что именно ты позвонишь. Анастасия Константиновна, нам нужен Андрей Евгеньевич срочно. У нас тут ЧП и... Лобанов, я тебе предупреждала, еще один звонок и в больницу приедет, не Быков, а я, ты понял? Понял. Это все же скач какой-то, Настюха. А вдруг действительно кому-то плохо? Ага, главное, чтобы нам сейчас было хорошо. Нет, я не согласен. В конце концов, я клятву Гиппократа давал. Я ему перезвоню. Ты даже не думаешь, что я на такой куплюсь? Уважаемые гости, встречайте наши молодожены. Андрей Евгеньевич на свадьбе, он был таким веселым, я его вообще никогда таким не видела. Так пускай жизнь всегда яркая, солнце освещает ваш счастливый путь и помогает преодолеть все невзгоды и ненастья за молодых. Андрей, в принципе, можно больше не пытаться, не проиграли. Конкурс закончен. Главное, не победа, главное участие. 25, 26, 27. Нет, если ты еще раз крикнешь Горького, я тебе нос внушу. Девочка моя, водка? Это по приелению Горько. Горько! Украл? Ой, идиот! Дай немедленно! Быкова спасать надо было. Ну а как? Я решил с Варей начать. У него как раз там алкоголик этот был. с Белочкой. Вот. Ну, он уже один раз пытался в окно сигануть. Говорит, заорал, что, вол, до 10 ему там надо успеть, и ломанулся. Хорошо у нас стеклопакет, только башку себе разбил. Смирнов, у меня к тебе серьезное предложение. Имеется литр спирта, разделить не с кем. Ты как? Издеваетесь? Я серьезно, Смирнов. Я буду вам премного благодарен. Значит так, сидишь пока тут. Можешь пробую взять. Я пока за закуски схожу. Не утруждайте себя, доктор. Это не принципиально. Это принципиально. Я все-таки врач. Мне видней. Что случилось? Где Смирнов? Смирнов твой в окно опять скаканул. Варя, блин, звони бы его срочно. Как? А где он? Смирнов в операционной. Он же расшибся в сметку. Непонятно, он теперь выкарабкаться или нет. Его там по кускам собирают. А если он умрет, что вообще тогда будет? Что делать? Варя, я не знаю. У меня вообще никаких мыслей по этому поводу. Надо быку звонить. Он скажет, что делать. По-вежливее, уважай. Давай, давай, алтанав. Ребят, за своими клоунами-то следите. Он у меня в операционной, как у себя дома, спирт хлещет. А это мне доктор разрешил. Семь, ты... Не прокатило. Жалко, что Андрей не уехал раньше. Тогда он не увидел бы самого страшного. А теперь наступает волнующий момент. И я прошу всех беззамужних женщин подойти ко мне. Она что, а сама виновата? Сказано было, не замужняя. Нет, она и дрит-мадрит пошла ее этот букет ловить. Че поперлась-то? Она вроде как уже и разведенная. Если я один раз попробовала, дай другим попробовать. Все пошли, я пошла. Ну что тут такого? Раз, два, три! Поздравляю, Анастасия! И кто же этот счастливчик? Быков! 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 Мальчик, тебя какой доктор лечит? Америкос какой-то. Фил, отчество не помню. Ага, понятно. Поиграть хочешь? Конечно. Держи. Ну, одно условие. Играть будешь в подсобке и не спрашиваешь меня почему. Да мне вообще пофиг. Молодец, мальчик. Нашли Корючкова? Нет? Ладно, спасибо. Что случилось? О, Семен, ты не видел мальчика такого лет тринадцати? Ну, он мой пациент. Не могу его найти. Нет. Смотался, наверное, твой пациент из больницы? А, что я шпану не знаю. Они все в этом возрасте такие. Как смотался из больницы? Ну, нигде его нет. По всем этажам прошел. Ну, нигде нет. Нет. Блин. Надо искать. Ну. Что делать-то? Может, его родителям позвонить? Чтобы они тебя посадили. За то, что ты их сынишку профукал. Быкову звони. Пусть он твою занятость прикрывает. Точно. Подожди, Фил. Мне кажется, что это Лобанов специально его спрятал. Ну, для того, чтобы ты Быкову позвонил. Он меня так же хотел развести. Лобанов! Это правда? Посмотри, кому ты веришь. Сема, я тебя знаю. Говори, где пацан? Да не знаю, где он! Доктор, а зарядка есть? А то батарейка села. Коман. Прям не пруха какая-то. Букет этот проклятый. Лучше бы я вообще его не ловила. Ты бы уже этот винник-то выкинула. Ты баба-яга, тебе метла нужна. Напрасно, Андрей. Это прекрасный букет. И свадьба тоже очень красивая. А я знаю, что ты бесишься. А, ну так открой же мне эту завесу тайны. Никакой завесы нет. Ты просто сам не хочешь жениться. Вот и устраиваешься всю эту клоунаду. А если думаешь, что сможешь доказать мне, что свадьба это глупо и никому не нужно, то тебе ничего не получится. А если ты думаешь, что глядя на эти сопли, я тебя загс поведу, то это фигульки на рогульки. Да? Да. А может мы тогда поговорим уже, как взрослые люди? А что бы не поговорить, поговорим. Какая свадьба без драки. Наливай. Семён, зачем ты это сделал? Да чё вы его спрашиваете-то? И так всё понятно. Подмазался к Быкову лишний раз. Вы, вы чё, нихрена не понимаете? И тут Сёма такую речь выдал. Вообще просто офигели. Да, это было сильно. И неожиданно. Да мы обязаны позвонить Быкову. Он с каждым из вас. С первого дня в этой больнице нянчится, как с родным ребёнком. Он прикрывал нас, помогал, защищал. Он был как отец. Как хранитель. И он ни разу никого из вас не предал. А когда ему понадобилась помощь, вы сразу от него отвернулись? Он бы за вас жизнь отдал. Что тут ответишь? У меня прям мурашки, когда вспоминаю. Зацепило. Ну он очень круто сказал. И что удивительно, он даже ни разу не сматерился. Ну прямо как будто готовился. Ну я и вывалил всё, что думал. Всю правду. Вы что? Ни хрена не понимаете? Да что я вас уговариваю? Ребят, не хотите, не звоните. Мне пофигу. Главное, я позвонил, и всё, он меня не тронет. А вас он в этой больнице будет гноить до конца дней. И вы все прекрасно знаете, как он хорошо это умеет делать. Никакая кистигач вам не поможет. Всё. Вам конец, ребят. А я в шоколаде. Да, Андрей, я хочу выйти за тебя замуж. Потому что я люблю тебя. Это нормально. А что-то мне грезится, что твоё уязвлённое женское самолюбие зловеще шепчет. А он, посмотрите, я его до ЗАГСа всё-таки довела. И это что-то, это твоё воспалённое мужское суперэго, которое меня просто достало уже. Так сейчас же немедленно говори, ты женишься на мне или нет? Да. А ты, не тебе. Андрей Евгеньевич, у Смирнова опять язва открылась. Он где-то спирта напился. Что мне делать? А мне лаборанты говорят, что они потеряли анализы Кулаковой. У неё боль усиливается. Мне её отправляться оперировать или нет? Андрей Евгеньевич, шесть человек только что поступили. Даже не знаем, за кого браться. Правда? Ну так что, Андрей, да или нет? Мне нужно ехать. Если ты сейчас уедешь, это будет означать нет. Андрей, между нами всё кончено. Нет, ну мне правда нужно идти. Вот и получается, что это мы во всём виноваты. А я, как всегда, больше всех накосячил. И ребята здесь ни при чём. Он бы всё равно уехал. Да. Я потом ему пыталась позвонить. Прямо как чувствовала. Прямо как чувствовал. Прямо как чувствовала. Слушай, а нафиг мы столько наснимали? Редактор же говорил трёхминутный сюжет. Да бог его знает, их же не остановишь. Возьми покрупнее, вдруг пригодится. Угу. Ну, хватит. Ну что ж, прекрасно. Состояние стабилизировалось, зрачок на свет реагирует. В целом, даже неплохо. Что это значит? У него коматозное состояние первой степени. Приятного, конечно, мало, но прогноз оптимистичный. А, ну понятно, ясно. У него кома первой степени, но прогноз оптимистичный. Ясно, да, хорошо. Я советую тебе объяснить подробнее. А то Настя в таком состоянии, что он может его уволить. Короче, его состояние сейчас, как очень крепкий сон. Ему надо только проснуться. Он сейчас, ну как бы это понятнее объяснить, как под стеклянным колпаком. Поэтому не может ни ответить, ни отреагировать. Ваша задача помочь ему разбить этот кубок. Как только это произойдет, он придет в сознание. И для того, чтобы помочь Андрею Евгеньевичу, нужно постоянно с ним разговаривать. Понимаете? Чтобы он услышал знакомые голоса. Любимую музыку ему ставить. Рассказывать, как у нас дела. Понимаете? Понятно, Анастасия Константиновна. Хотите, я прямо сейчас пойду и буду ему все-все рассказывать. Хотите? Ну тогда уж лучше мне пойти. Я-то хоть не заснул через полчаса. Нет. Вы просто хотите похалявить. Анастасия Константиновна, давайте я пойду. Или я. Да делайте, что хотите, ребят. Просто я вас прошу, помогите мне его вытащить. Ну только Андрей выйдет из комы, я первым делом ему расскажу об этих ваших позорных торгах. Хотя, чего ждать? Вот сейчас вот пойду и расскажу. Ждите его через полчаса. Настя, не переживай. Быков не тот человек, который будет долго валяться без дела. Здравствуйте. А вы не подскажете, в какую палату Быкова положили? Андрей Быков после ДТП. А вы ему кто? Никто. Я виновница аварии. Из-за меня он здесь. Понимаете, я его в зеркало не увидела, он же на мотоцикле перестроилась, а он... Он сейчас лежит в коме, и неизвестно, когда из этой комы выйдет. Да-да, я понимаю, я виновата. Вы понимаете, что вы виноваты. А мы с тобой, дураки, грешили на магнитной буре. Все представить не можете, как я вам благодарна за то, что вы понимаете, что вы виноваты. Настя, не кипятись. В конце концов, это она скорую вызвала. И Гаишников тоже. Ах, я молодец. Давай с ней расцелуемся сейчас. Настя, нам одного коматозника достаточно. Возьми себя в руки. Ну, чё? Кто первый в мавзолей пойдет про дела наши грешные рассказывать? Я могу сходить. Я ему про Егорова расскажу, у него динамика положительная. Про Семеновского можно. У него тоже прогноз хороший. От такой нудятина он еще больше в кому провалится. Точно. Семен прав. Но от хороших новостей он никогда не очнется. Что Быков любит больше всего? Орать. Вот. Мы должны сделать так, чтобы он захотел на нас наорать. Плохие эмоции сильнее, надо его спровоцировать. Ну, это без проблем. Только хорошо бы, чтобы он попозже очнулся, чтобы мы убежать успели. Так. Ну, раз все согласны, тогда быстренько занимаемся своими делами. Пациенты же не виноваты, что у нас кедлайнер в коме. А ты, Фил, идешь первый к Быкову, как автор идеи. Поехали. Слышь, Гагарин. Ну, ты, допустим, все правильно говоришь. Только почему ты командуешь? Ну, кто-то же должен выполнять эту грязную работу. И потом у меня наследственность. А наследственность здесь ни при чем. Командовать должен старший. Купитман старше моей мамы. Ну и что? Кто у нас главврач? Это вообще не критерий. Но мы должны оценивать по знаниям. Быков умнее моей мамы. Но она его начальник. Слушай, ну по твоей логике у нас вообще вон, Варя должна быть начальником. Я за. А я против. Короче, нет надежного критерия. Нету. Купитман бухает, Быков со всеми ругается. Мама, ну что мама? Мама, как врач, она не очень. А все они у нас начальники. Так, понятно. Мне нафиг это все вообще не нужно. Я сам как-нибудь разберусь. А ну-ка. Ну, конечно. Самого легкого пациента взял. Коллеги, удачи. Согласен. Миром правит хаос. Я тоже за равноправие. Ну, привет, Андрюша. Я пришел тебе одну историю рассказать. Забава вот такую. Лечил я тут одного помощника депутата. Ну, вот он заявился ко мне. С благодарностями. Ну, я думаю, раз помощник депутата, то поднесет что-нибудь стоящее бедному доктору. Часы там или планшетник какой. Знаешь, что мне подарил? Китайское денежное дерево. За 130 рублей. Господи, Купитман, какой же ты нудный. Ты мне тут какую-то нудятину затянул. Не видишь мне и так хреново? Той, что его трипера наградила, он заплатил штуку баксов. А мне, кто его от трипера вылечил, 130 рублей. Мне что, больше всех надо? Самого сложного мне подсунули. Выберу что-нибудь полегче. Простите, а вы не подскажете, кто мой лечащий врач? Колесникова моя фамилия. Колесников? Да, сегодня подскажем. Так, ваш лечащий врач Романенко. Глеб Викторович, он в ординаторской. Спасибо. Варвара Николаевна. Варвара Николаевна ошиблась. Ваш врач Фил Ричардс. Иностранный специалист. Во. Ну, судя по всему, ваш лечащий врач Лобанов. Кто я? Я тут при чем? Дайте посмотрю. Ты взяла, ты лечи. Что за дела-то начались? А что я? Я вообще его не брала. Пусть он Фил лечит. А я-то почему? У меня есть кого лечить. Ну, тогда Романенко. Я не буду. И я тогда не. На меня даже не смотри, мне этот геморрой вообще не нужен. У меня не геморрой, у меня не физема и аритмия. Колесников, у нас врачебный консилиум. Идите к тебе в палату, идите вот-вот, держите, ждите. Варёш, ты вышла за ним. Там эмфизем и аритмия. Всё понятно. Вот сам иди. А вы что, всё ещё здесь? Ну да, мне ведь так никто и не сказал, что с ним. Вот сижу, жду. Я понимаю, я понимаю. А вот здесь что, а пойдёмте-ка вы ко мне в кабинет, и я вам всё подробненько расскажу. А то, если нас главврач увидит, она так резко реагирует на всё. Ну, она права её, это правда или левата? Ну, вы знаете, Андрюша тоже не ангел. Если бы вы знали, как мы отговаривали его покупать этот мотоцикл. Наш друг? Лучший. Ну, что уж там, можно сказать, единственный. Мы с ним, как братья. А, лентяй. А вы что, про Быкова забыли совсем? Кто с ним сейчас? Иван Итальевич, вы что, конечно, не забыли. Мы, я сейчас к нему иду. Ага, ну, молодцы. Молодцы. Иван Итальевич, я хотел посоветоваться. Да. А, в общем, мы решили Быкова провоцировать плохими новостями. Я хочу сказать, что у моего пациента, в общем, молодцы. Делаете всё правильно. Как это? Я даю свою работу. Ага. Наши с Андрюшей ученики совсем недавно в больницу вышли. На желторотые совсем. Андрей Евгеньевич, здравствуйте. А, я к вам пришёл посоветоваться по поводу одного сложного пациента. У него появились боли в животе слева. Живот твёрдый, а он весь бледный. Сделай ему анализы на гемоглобин, дурилка картонная. Ну, я думаю, что это уж точно обострение панкреатита. Может быть, просто гастрит начался. Ну, конечно, можно ещё с остеохондрозом дифференцировать. Да ты что? Дурак, что ли? У него внутреннее кровотечение началось. Чего тут советоваться? Я думаю, что надо спазмолитики назначить, да? Как вы считаете? Какие спазмолитики? Они его угробят немедленно в операционную. Ну, конечно, спазмолитики ещё снотворные, чтобы он поспал. Кретин! Если он усёт, он может не проснуться! Тогда, я клянусь, ты тоже не проснёшься! Ну что, Андрей Евгеньевич, будем считать, что я вас предупредил. Молчание — это знак согласия, так что... А ну, если вдруг я ошибся, вы тоже будете виноваты. Вперёд, Кретин! Выпустите меня отсюда! Андрей Евгеньевич, выздоравливайте. Позор! Стыдоба! Не мамкой! Один день без Быкова и сразу жалоба. Причём на всех четверых. Чем вам этот Колесников не угодил? Почему его никто не хочет лечить? За Колесников тут ни при чём. Он просто никак определиться не может. С чем? С лидерством. Ай! В смысле? Анастасия Константиновна, назначьте, пожалуйста, исполняющего обязанности заведующего отделения. А сами вы не можете? Да, действительно, назначь. Ты же здесь самая мудрая и справедливая. Хорошо. Тот, кто лечит Колесникова, тот и главный. Чего ты? Давай я его возьму! Он с самого начала мой пациент. И, по-моему, будет честно, если я... Будет честно, если я его. Возьму и всё. Ты его один раз уже брал и отдал мне. А ты мне! Слушайте, мы так до утра орать можем. По-моему, абсолютно очевидно, что мы сами ни до чего не договоримся. По-хорошему, Выков с самого начала должен был выборить заместителя. Ну, на всякий случай. Мама тоже хороша. Сказала бы, кто главный, и нет проблем. Можно у Купитмана ещё спросить. У Купитмана можно только время спросить. Он к терапии никакого отношения не имеет. Остаётся Люба. Ой, очень смешно, обожарствую. Ну, в принципе. А почему нет? Люба давно здесь работает. Всех нас знает. Пусть Люба решает, кто из нас будет главным. Только если она выберет кого-нибудь, остальные не дёргается. Кто за? Да. Да хрен с вами, Люба, так Люба. Я сегодня так и не смогла уснуть. Ну, да. Всю ночь просидела на кухне. Ну, как? Как я могла его не заметить? А я сегодня даже домой не пошёл. Так всю ночь в его палате и просидел. Вы позвольте, если я немножко коньячку выпью, а то переживания, знаете? Ну, конечно, что вы. я ведь без него себя и не помню. Каждый раз, когда он в какие-нибудь неприятные ситуации попадал, я всегда его выручал. А в этот раз меня рядом с ним не оказалось. Что вы? Я не буду. А, извините. Это мы с Андреем всё время вдвоём сидим. Ну, может быть, чуть-чуть. Ну, пару глоточков. За его здоровье. за скорейшее выздоровление моего друга. И Быкова без всяких штрафов, с мигалкой везут прямо домой. А почему? Потому что начальник РУВД мой постоянный клиент. Повезло вам с профессией? А Быкову с другом. Иван Антонович, а где у вас тут? А, по коридору и налево. иван. Вань, ты когда последний раз у Андрея был? Что ты здесь празднуешь? Настя, я не праздную. Ну, какие тут праздники? Это от избытка переживаний. А-а-а. Да, Антонович, а может, нам с вами? Алло, гараж? Прием, как слышим? Есть кто дома? Сем, ну, зачем так с Андреем Евгеньевичем? У человека беда. Он же теперь на всю жизнь дурачком останется. Да не, Романоч, до дурачка ему еще далеко. Он же у нас в растениях пока. Андрей Евгеньевич, может вас палить? Или вы сами справитесь? А вообще, спасибо вам, Андрей Евгеньевич, конечно, что не до конца разбились. Пока вы здесь лежите, мы халявим. Да, ну, и понятно. Романянка. Подольше бы так, да, Ломанович? Пока наш-то живой, нам другого не поставят. Ну что, бычара, издевался над нами? Теперь наша очередь. И что ты нам сделаешь? А тебе не кажется, Сеня, что ты перегибаешь палку? Так, Романович, дай ручку, я ему на лбу напишу, кто он, и ты нас сфотографируешь. Ну, когда еще представится такая возможность? О, точно. Давай. А давай теперь ты меня. Ух ты, давно мечтал. Канава, бревятишка. Ох, что-то мимо походу. А, вот с такого должен был искомым выскочить, нас задушить, а потом только соображать, начать. Что-то не работает метод. Ложи. Метод. Работает ваш метод, работает. Продолжайте, продолжайте. Пойдем? А, пойдем. Фу, ты ничего до конца наделать не могут. Кретины. Купитман, ты что делаешь? Я выполняю врачебный долг. У девушки стресс, я его снимаю. Ты не стресс снимаешь, ты ее снимаешь. Она чуть не убила Андрея, твоего лучшего друга. Она ни в чем не виновата. Ну, просто так получилось. Она оказалась не в том месте, не в то время. Хорошо. Она случайно чуть не убила Андрея. Это что-то меняет, для меня это ничего не меняет. Я прекрасно понимаю твои чувства. Андрюша бы меня понял. Конечно бы он тебя понял. Он ему даже сказал, ты знаешь, она меня чуть не убила, ну, ничего страшного, можешь с ней переспать. Знаешь, что, Купитман, отличный ты друг, ты просто великолепный. Настя, я тоже искренне люблю Андрея, ты прекрасно это знаешь. Ну, ну, может быть, я таким образом просто отомстить ей захотел, наказать за то, что она совершила. Настя, пойми, секс тоже может быть наказанием. Люк, привет. Как дела? О, Лобанов, привет. Нормально, работаю вот. Да ты просто молодец, Люба. Я каждый раз смотрю на тебя, ты как пчелка, вся в труда. Все ты успеваешь. Ты знаешь, Люк, я тебе немного завидую. Да ты что, и уважаешь? И уважаю, Люба, уважаю. А как же, а кого здесь еще Люк уважает? Мы, кстати, выбираем главного, пока нету быкова. Как ты считаешь, Люба, кто из нас самый авторитетный? Все, мам, а что тут думать-то? Вот назначили бы тебя и не тратили бы время зря. Я так думаю. Давай баночки в шкафчик вот так попереставляй, а я пойду им сейчас там разнос устрою. Люк, я теперь тебя еще больше уважаю. О, привет, Люк, как дела? Привет, нормально, работаю. Вон, спина отваливается, помог мне потом. Ты что, давай помогу? Давай. А за мной не зажавеет? Точно? А если однажды надо будет за меня проголосовать? Проголосуешь? Да ты что, я ж с радостью, ты посмотри, как мне помогаешь. Значит так, флюорография, УЗИ, а потом ФГС. Я проголосую. Маршрут запомнил? Варь, ну конечно ты главная. Как ты могла по-другому подумать? Что ты думаешь, я кого-то из этих дебилов что ли выберу? Там вообще без варианта. Спасибо тебе, Люк. Пожалуйста, мы что, подруги. Я как раз с тобой посоветоваться хотела. Ну, насчет Давида. Ой, не надо, все, хватит, ты уже достался своим Давидом вот здесь вот. Давид, 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 прям ей-богу, мертвого достанешь, ядрит-мадрит. Точно, Люк, мертвого достанешь. Ты гений. Куда уборка? Я потом все доделаю, обещаю. Тьфу. Когда я в первый раз увидела Давида, он мне сразу понравился. Можно сказать, влюбилась с первого взгляда. Не смеять, не смеять дальше рассказывать, черноус. На первое же свидание я накрасилась, как на Хэллоуин, так что он чуть от меня не сбежал. Я там старалась, маникюр, каблуки, платье там красивое, тени двухцветные, блестки, ресницы. Не надо, прекрати немедленное, сказал. Сразу фотку его в интернете пошла и он себя поставил. Ходите, покажу. Красивая фотография, правда? Он здесь такой, мужественный, а глаза у него добрые. Он вообще добрый. Хотите, я вам скажу, как я его называю? Ну, Горосик, ну, Довиду нравится. А Люба говорит, что у нас с ним слишком большая разница в возрасте. А это же не страшно, правда? Ну вот, был у меня Романенко. И что? Мне вообще кажется, что чем мужчина старше, тем лучше. Ну, наверное, совсем со стариком я бы не стала встречаться. Молдеть! Вроде и все. Мы просто недавно только с Давидом встречаемся. Иван Анатольевич, мне хватит. У меня уже в голове шумит. Я врач, Мариночка. А это лекарство. И, пожалуйста, перестаньте себя корить. Улыбайтесь, Марина. Это ваша естественная красота. А мир должен слепнуть от вашей улыбки. Ваше здоровье. Спасибо большое, но мне хватит. Ну, правильно. А то сидим, пьем, не закусываем. Я предлагаю продолжить наше общение ни в каком-нибудь ресторане. Здесь неподалеку есть одно чудесное местечко. Что скажете? Спасибо за приглашение, но я лучше домой. Марина, я думаю, вам сейчас не стоит оставаться одной. Давайте я вас провожу, а там посмотрим. Что посмотрим? Ну, по настроению посмотрим. Иван Анатольевич, вы что, меня клеите? Марина, ну, ну, почему сразу клеите? Я проявляю интерес, пытаюсь сократить дистанцию. Да, значит, мне не показалось. Иван Анатольевич, у вас друг в коме лежит, а я в этом отчасти виновата. А вы? Всего хорошего, Иван Анатольевич. Иван Анатольевич. Ну, прости, Андрюшенька, отомстить не удалось. Любовь Михайловна, привет. А кто у нас сегодня в терапии главный? Люк, я все сделал, все истории разложил, все в архив, в коробке. Здрасте, Анастасия Константиновна. Привет. Как видите, у нас в отделении все в порядке, так что, если будут вопросы, обращайтесь ко мне. Мы решили, что пока Быкова нет, я буду главным. Ты. Хорошо. Люба! Здрасте. Привет. Ну все, банки, склянки твои на местах, как заказывала. Че стоишь-то? Если начальство занято, это еще не значит, что можно ни хрена не делать. А кто начальство? Кто я? Он, Любу спроси. Люба! Любочка! Любаша, вот, держи, ну все, Осипов в палате, тут УЗИ, кардиограмма ФГС. Ну, флорографию сами принесут. Вот так вот, мамунечка, сокращается между нами количество карьерных ступенек. Печально, конечно, ну ничего не поделаешь. То есть, ты тоже главный? Что значит, тоже? Я? Всем привет! Пособки прибралась, пол помыла. О, Анастасия Константиновна, вы ко мне, да? Я пришла выяснить, кто сегодня в терапии главный. Я выяснила, и кандидатура меня вполне устраивает. Пока главная здесь Люба, я спокойная. Любовь Михайловна. В смысле? А че вы на меня смотрите? Сами подставились, ну да, тупая идея была. С Любой ты даже Быков не всегда справлялся. Вы, если что, обращайтесь! Настя, Настя, подожди. Чего тебе? Ну, в общем, ты была права. Андрея мне друг, она его сбила, ну, в общем, я ее выгнал. Нет, между нами, конечно, промелькнула искра, но в какой-то момент я понял, что я никогда не смогу простить ей того, что она сделала с Андреем. Отшила тебя, да? Настя, я же тебе сказал, я ее выгнал. Отшила. Все, я к Андрею, пока. Я с тобой. Нет, предатели и посторонние посещают больных с пяти до семей. Время девять. Привет, Андрюша. Знаешь, у меня есть для тебя одна новость. Ну, вообще-то, я сама еще пока не знаю, как к ней относиться. Ну, в общем, Андрей, я беременна. Андрюшенька, давай, дорогой, давай, выбирайся. Ну, нифига себе, новости. Хи-хи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok